Ну-ну. Йоу, я эти три года, наверное, не говорила. Сегодня я вам расскажу то, что... Ам-ням. Я не думала, что я когда-либо буду рассказывать, но я думаю, я вам задолжала это, и также задолжала это себе, поэтому поехали. Сколько? Два? Три, по-моему, года, да? Но для начала, мне кажется, я должна вам рассказать, что со мной, где я сейчас нахожусь. У меня 170 сантиметров, у меня 40. 40-ой размер ноги. Ну ты как клоун Красти получается. 170 сантиметров, 40-ой размер ноги. Реально, как красти, блин. И что произошло с Дрим Тимом. После чего я уже смогу спокойно делать контент, который я хочу делать, дышать спокойно. Чем? Жить спокойно. Надеюсь. Часть первая, что с Дрим Тимом. Итак, я больше не являюсь участником Дрим Тима. Почему? Фактически я не являюсь участником Дрим Тима с 1 марта этого года. Прошло уже 5 месяцев. И да, примерно столько времени у меня ушло для того, чтобы полностью все это устаканить у себя в голове. Плакала, наверное. Я всегда говорила, что я никогда добровольно не уйду из Дрим Тима. Что мой уровень лояльности и бредности ребятам вряд ли что-то пошатнет. И здесь ничего не поменялось. Потому что я... Так она срать не будет его? Это тогда скучно, блядь. Меня выгнали. А выгнали? А, нет, будет, будет. Даня, души ее. Да пока у меня претензий к ней никаких. Сейчас посмотрим. Понимаете? Я вам как душитель говорю. Знаете, вот надо за что-то зацепиться, чтобы было какое-то основание, понимаете, прям, ну, развязать все руки, понимаете, и прям душить, короче. Участников и, собственно, выгоняем общим решением. Так вот, ребята меня не выгнали и не хотели выгонять. Меня выгнал наш продюсер. Опа! Всем привет, это Ира уже из будущего, монтирующая этот ролик. Я поняла, что хоть бы здесь еще кое-что продвиньте, но как меня взяли было. Потому что я прекрасно знаю... Ааа! Блядь, она пиздец быстро говорит. Нет, про то, что меня взяли, потому что... Опять-таки, жена продюсера, ла-ла-ла. Ха-ха, блядь. Я хочу рассказать, как это было. Я познакомилась с ребятами еще до всеобщего мирового домашнего заседания. Понимаете, о чем я говорю? Нет. Я знала Машу Горячеву. Я знаю Машу уже лет 7-8 и знала ее тогда, собственно. У меня тогда закрылся мой проект, которого, кстати, был потом скопирован на канал Подружки. Кто олд-канал, девчонки, отпишите в комментариях. И я завозила всякие прикольчики, которые у меня остались в моего проекта, для того, чтобы они могли что-то снимать и так далее. Вот. И в следующий раз я бы с ним увиделась весной, после всеобщего мирового заседания. Да, блядь, что это у меня за хуйня наверху? Я никогда не мечтала даже о том, что меня возьмут Dream Team. Я даже мысли такой... Да, блядь! Совсем, поэтому, когда Ярослав, собственно, есть видео, где я плачу... Сука! ...сказали, что ребята меня взяли Dream Team. Снимайте, чувак, не издеваюсь! Да всем похуй! Ты наставил их? Нет, они сами голосуют. Они сами же голосуют. Блядь! Я начала голосовать без них. А, вам не видно все равно, похуй, нормально. Вам не видно все равно. И чтобы я вот и не лез. Да ты издеваешься. Нет, правда. Кто она вообще? Овощи, чуваки, вы спрашиваете? И видно бэпан какой-то, что без посадки авто нет, блядь. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Реально не знаю как. Я не называла даже своё имя, опять-таки. Поэтому, когда он мне сказал, что это я, я начала реветить ненормально. Сирина Бэпан, да-да-да, блядь. Правда ли это было их решение меня взять? Они всегда мне отвечали, что так было. Потому что это было точно такое же правило, где все голосуют. И если все говорят, да, то человека принимают. Как они... Да ты, как тебя выгнали-то? Блядь, она ролик сняла. Поняли эту хуйню? Она снимает ролик про то, как у неё что-то случилось. И из этого ролика она вставила только приветствие, блядь. Привет всем, короче. Сейчас начну рассказывать. Склейка, она такая, так, я сидела, монтировала. Короче, было всё не так, было так. А чё ты рассказывал до этого, блядь? А что за бред, блядь? Нахуя она вот это всё рассказывает, если она могла это до этого? Бред, короче. Меня очень многому научили, очень много мне дали в плане эмоционального. Пизды. И, не знаю, даже в принципе в моей жизни. И как бы жизнь дальше не развивалась, куда бы нас дальше не забрасывало. Я имею в виду как людей. Блядь, дикция у неё, конечно, просто верит. Ну, наверное, нужно забрасывать. Ну, вездец. Не общаюсь, относиться по-другому, чем к остальным людям. А чё ты мне рассказала? Которых я видела как часть своей семьи и вижу до сих пор. И тут мы переходим к следующему. Душу уже, да? Но я начал потихонечку душить. Идём. Как это всё вообще произошло? А, блядь! Часть 2. Кто твой муж? Да, это всё ведёт к тому, как меня выгнали из Dream Team и почему. Но сначала я должна вам сказать предысторию. Она будет длинная. Так что садитесь поудобнее. Начинаем. На что? Тут сразу скажу, я не хочу никаких скандалов, я не хочу никакого ругания, я не хочу никаких армий за и против. Мне очень сложно это всё рассказывать. Я искренне боюсь того, что будет потом. Потому что для меня это, как ни крути, всё ещё оголённый нерв. И мне стыдно это рассказывать, более того. Поэтому я должна это всё рассказать. F11, да, кстати, на МАКе нету, ребят. На МАКе нету. Снять этот последний кусок груза. Хотя она есть, но она не для этого сделана. Для их плеч. Начать жить спокойно. Двигаться дальше. Валидировать свои эмоции и свой опыт. Чё случилось, блядь? Ты меня заебёшь. Подружанька. Я Ярослав, да, Ярослав Андреев, наш плеч. О, вот с этого надо было и начинать, поехали, блядь. Мы были вместе в течение шести лет. С 2016 года вплоть по 2022. Он же гей, блядь. Я думал, он гей. Интересно. Не раскрывали наши отношения. Ну, без рухлев, говорю, вроде он гей, вроде. Все наши друзья, люди, с которыми мы общались, с которыми мы работали, знали, что мы в отношениях, знали, что мы вместе. Просто мы не демонстрировали наши отношения в медиа, на публику. В самом начале отношений Ярослав предложил скрывать наши отношения, чтобы это не навредило мне. Бишечка, да, да, наверное, бишечка. Угу. ...мой репутации. Не он, не я, не я. Или она борода у него была, ребят, чё-то из этого, короче, чё-то тут надо расследовать, блядь. Хотели слышать комментариев вроде, да, она просто жена того-то, да, это всё потому, что она жена того-то, которые бы 100% были сделаны, потому что, ну, это просто в том, каком обществе мы живём. Ты можешь быть супернезависимой женщиной, ты можешь работать 24 часа на 7, ты можешь не спать ночами, делать своё дело, работать через пот, кровь и слёзы, отбиваться от того, чего ты хочешь получить, но если с тобой рядом находятся мужчины, которые... Хуйню делать, блядь, тиктоки с жопой вертеть через пот, слёзы, так? То есть ты больше... Краситься через пот, слёзы. Угу. Больше власти, чем есть у тебя. Хочешь, не хочешь, все твои усиленные будут списаны на ноль. Я это прекрасно понимаю. Вот так, блядь. Такая правда. Я горжусь тем, что я являюсь супернезависимой женщиной. Я гордая в этом плане. А в каком плане не гордая, вот надо понять. И комментарии в свой адресе, естественно, мне нет. Границы, границы расставь, короче, чтобы мы понимали. Вот ты говоришь, в этом плане я гордая, а в каком не гордая? Хотелось. Тем более... Есть, да, работы? Ну всё, ребят, стараюсь, блядь, немножко отвык, немножко душить, но я стараюсь. Мы познакомились в июне 2016 года, в конце мая, в начале июня. Через две недели общения мы начали встречаться. Я туда жила в Петербурге, поэтому я тут же переехала в Москву. Мы съехались сразу же. Сразу с вами жить вместе, и через два года отношений мы пришли. Ты вы когда из ВКонтакте выгнали? Ребят, вот узнай, вот в чате немножко бомбили, потому что я сказал, что он вроде гей. Это не какие-то инсайды, не подумайте. Я о нём ничего не знаю, у нас общих знакомых-то про... ну, наверное, нету, блядь. Просто прогуглите, почему эльфа-торговца выгнали из ВКонтакте. Просто узнайте, блядь, момент этот, прикольный, блядь. Почальное кольцо, и начали называть... Да. Где-то, где-то по-любому на двачах такая хуйня висит, там рассказывают про это. Мы были расписаны, мы официально по документам не являлись мужем и женой, потому что Ярослав всегда говорил, что не верит в брак, это просто бумажка. Для меня, с моей стороны, всегда было важно жить человеком, делить им быт. То, что он просил фотки, да-да-да, блядь, ну прогуглите, прогуглите, я не буду. Делали, поэтому меня это не... Это вообще... Кстати, ещё, возможно, это фейк, может быть. Ну, просто это так сильно, помню, ну, как бы обсуждалось. И во всех отношениях есть хорошие моменты, и в нашей тоже были хорошие моменты. Ну, видимо, да, бин, бин, наверное. Ну, похуй, почему я это обсуждаю, почему я сижу и это обсуждаю, блядь. Всё, забудьте, ну, какие-то разговоры тупые вообще. Собственно, наверное, из-за которых я старалась игнорировать негативные моменты. Честно скажу, я очень любила этого человека. Блядь, мы-то как любили этого человека, родной кино. Я надеюсь, что он счастлив. Именно поэтому я не хочу никакой руганий, никаких скандалов. Я просто... Я здесь для того, чтобы просто рассказать свою историю. Ну, может, начнёшь? Уже 8 минут прошло, родной кино моя, блядь. 8 минут ты сидишь, просто воду льёшь, нам вообще похуй. Как ты познакомился? Что случилось? С 2019 года у меня начались первые звоночки, и я тогда ещё не до конца понимала, что со мной происходит. Опа, какие звоночки, блядь. Я просто оказалась в моменте, когда... Всё неправильно. Моё эмоциональное и ментальное состояние... Я просто оказалась в моменте, когда... Всё неправильно. Всё неправильно? Что неправильно, родной кино? Моё эмоциональное и ментальное состояние... ЛДПР у тебя какое-нибудь, да? Ты что-нибудь такое оттуда, отлукавое? В каком-то тёмном месте. Всё, что я тогда могла выразить, это то, что я не чувствую себя счастливой. Однако я не могла признаться себе, тем более окружающим. Ещё более, тем более, если так можно сказать. Своему партнёру, я тогда выбралась из этого состояния с помощью приёма психолога... Партнёру по теннису или чё? Я просто переложила причину, не знаю, вину... Какому партнёру? Партнёру, блядь, почему, нахуй? Несчастье на другие аспекты. Может, парню, блядь, мужику своему, блядь. Что это за слова, блядь? Моему партнёру. Партнёр, ну, там, в теннисе бывает секси, в конце концов, блядь. По плаванию, да-да-да, бред, блядь. Планницкой мотивационных книг. И, собственно, всё. Напридумывала себе хуйни, блядь, вот эти термины, блядь. Скажи о своём мужику, блядь. Шо у тебя сломается чё-то, если ты скажешь своему парню, мужику, всё, пиздец. Фу, блядь, не зумер, не как зумер разговариваешь, да? И, очевидно, проблема никуда не исчезла. Душа её молодец. Спасибо, ребят, спасибо, спасибо. Давайте пятюньку. Шарите, шарите. Поехали дальше, блядь. Потому что причиной было то, что я... Ебать это задушил, я стараюсь, пиздец, очень душно пока что. В своих отношениях, что приводит нас к 2021 году. На тот момент наши отношения были в не самом лучшем состоянии уже, наверное, если не полтора, два года. Но в силу своей слепой преданности и любви я старалась всё починить, я старалась что-то сюда исправить. Пока в один день я просто не перестала испытывать какие-либо эмоции вообще. О, ну, жёсткие мысли, опять-таки, тёмные мысли. Это неприятно, блядь. Это единственное, что я тогда могла испытывать, негативное, я имею в виду. Это всё, что я тогда могла испытывать, как я из спектра эмоций вообще. Не поддерживаю, не поддерживаю. Поэтому я пошла к психотерапевту. К моей удаче мне попалось прекрасно. В смысле? Не поддерживаю, да, просто с этим жить. В психотерапевте. Блядь, ну, в смысле, не лечить этот момент, вот. Замечательная женщина. Она не вытащила меня за это состояние, но она помогла мне увидеть вообще, где я нахожусь, что происходит. И я так смогла начать путь своего выздоровления. О, ну, роднолькин, мы за тебя пиздец рады, потому что так меня сейчас расстроило немножко этими рассказами. Ну, хорошо, что всё пошло на исправление. У меня был поставлен диагноз клиническая депрессия, а потом я рассказывала в своих социальных сетях, я это не скрывала. А я видел, видел, да, я подписан на неё, я видел. Градно, походите, вопрос, который я видела. Почему у тебя клиническая депрессия? И такая, да-да-да, это мы упустим, потому что это слишком, это было слишком стыдно. Слышком. Это стыдно сказать, что ты добровольно находишься в отношениях, из-за которых у тебя депрессия. Всё, Эльф Торговец, в чём виноват он, хуй поймёшь. Ну, короче, она из-за отношений, поняли, блядь, отношения виноваты. Начала лечение, хотя на тот момент я ещё не подозревала, что это будет даже не самое... Чё там случилось, да, вообще хуй поймёшь. Какие отношения, что в этих отношениях было? Ну, из-за этих отношений, короче, у меня депрессия. Есть, блядь. Худшая точка моего состояния. Сейчас расскажут, ну, пиздец, просто вы понимаете, 11, ну, 10 минут, ровно 10 минут она просто, ну, так и не начала рассказывать, что случилось. Но об этом дальше, поэтому продолжим. Если вы не знали, расставание обычно происходит так, что один человек расстаётся, а второй переживает от расставания. Я не знал, я, ну, да. Я, собственно, я была человеком, который... Только так это и работает, если вам интересно. То есть, ну, только один переживает, второй нет. Я переживал. Последние полгода наших отношений... Только так, вот, то есть, это реально, ну, у нас на биологическом уровне заложено, что когда пары расстаются, только один человек из этой пары переживает. Втором похуй. ...чили ходить к семейному психотерапевту, где я оказалась в моменте, когда психотерапевт спросил, почему вы хотите расстаться с Ирой, в ответ я услышала... Какой нахуй Ирой, блин? Первый стиль. А, это психотерапевт его спросила. Всё, блядь, я думаю, какой на... Это у неё, типа, Ира, блядь, всё популярное. Она не достаточно зарабатывает, она не достаточно работает, она не достаточно красивая. Сказать, что моя челюсть... Недостаточно красив... Ещё раз. ...статься с Ирой. И в ответ я услышала... Первый стиль. Она не достаточно популярная. Первый, блядь, что это за слово, нахуй? Что это за зумерские слова, тётенька, блядь? Она не достаточно работает, она не достаточно красивая. Что за... Она не достаточно зарабатывает, она... Недостаточно или достаточно? Я не понимаю, блядь, что за дикции? Послушайте. Она не достаточно популярная, она не достаточно зарабатывает, она не достаточно работает. Что за... Что это за слово, блядь? Недостаточно или достаточно? Она зарабатывает? Она... Пиздец, блядь. Популярная? Она совершенно красивая. Ну, недостаточно, я нихуя не понимаю, это бред, блядь. Все, понял, понял, понял. Ну, гаденыш, блядь, гаденыш. Сказать, что моя челюсть... Надо расстаться, ты недостаточно популярная. Есть, блядь. Ну, так только лифторговец мог сказать, я вам серьезно говорю. Да просто прикольно, она с ним жила, сколько хуй поймешь. Потому что в 2016-м они познакомились, или они уже что-то там, да, что-то такое хуйня. С 2016-го по 2021 год, и она прям не догадалась, что он долбоеб. Да всем понятно, каждый, кто с ним когда-то пересекался. Даже я с ним никогда лично не пересекался, но у нас, ну, там, так скажем, в одной благосфере, да, тусовали. Да все знают, что он долбоеб, и ты, как будто, не видела, блядь. И теперь долбоеб говорит вещи, которые должен... Ну, которые говорят долбоебы, и ты такая, да ты че, блядь. Невозможно, он же был святой, блядь. Ты че, нахуй, Роднулькина, ну-ну-ну. Челюсть психотерапевта в этот момент были на полу, но это, типа, ничего сказать. Ну-ну-ну, Роднулькина, так-так. Просто представьте себе картину, ты сидишь в кабинете, наблюдаешь, что твой человек говорит психотерапевту. Я хочу с ней расстаться, потому что она не зарабатывает достаточно. Опа, блядь. А вот когда мужику такое говорят, ну, в принципе, нормально, а че, ты же должен женщину обеспечить, правильно? А вот когда ты... А все. Ну все, я тебя сейчас задушу, блядь. Вот такую-то семизначную сумму, этого недостаточно. Блядь, не кричит. Она недостаточно популярная, я психотерапевт. Но если она измерять популярность, допустим, в подписчиках, да, то вот у нее столько-то подписчиков на что идет ответ. Этого недостаточно. Блядь, да хватило, у тебя на буквы Э. Она прям, вот знаешь, прям бьют по ушам, хорош, блядь. У нее должна быть хотя бы столько-то миллионов подписчиков. Она недостаточно работает и... Да ты чё, ты встречалась с ебланом и узнала через 5 лет, что он еблан? 6. Охуеть, бля. Бля, я в шоке. Психотерапевт уже просто. Но она только что получила награду. Кстати, на награждении, где были все мои друзья, коллеги. Какую нахуй награду? Я даже уже не работала. Что это, блядь? Инфлюенс гламур. Кому нахуй не похуй на гламур, блядь? Журнал гламур, блядь. А журнал Лиза тебе что-нибудь дарил, блядь? Или журнал Дачные секреты, блядь? Кому нахуй не похуй на журнал гламур? Ты думаешь, это апогей, блядь, творчества видеоблогера, блядь? Награда от журнала гламур? Всем похуй. Я тебе серьёзно говорю, роднолькины. В 2017 году, когда мы прям на пике самым были, нас звали постоянно на эти премии, тусовки, гламуры, муры. Да никто туда не приезжал, всем похуй было. Интересно так. Я была на тот момент все, кроме моего партнёра. Ммм, вот так вот, роднолькины. Это неважно. Я просто сидела в этой комнате и думала, что вообще происходит? Слушай, я у меня такой же вопрос, уже 12 минуту задаю себе, блядь. Что происходит? Какой нахуй? Наши отношения никогда не были идеальными. Мы слишком часто ругались, на мой взгляд. И, скорее всего, если бы я не была настолько неконфликтным человеком. Ну, я 6 лет терпела, но вот так вот, да. И человеком, который может столько булщита просто согласиться с таким количеством булщита. А чё это у меня депрессия? Вот с долбоёбом начала встречаться. Он себя ведёт как долбоёб, потому что долбоёб. 6 лет это терпит, у меня, говорит, депрессия тяжёлая. Чё такое, бля? Бля, из-за чего, бля? Летит в его сторону. Наверное, ругались бы ещё больше. У нас был разный подход к решению этих конфликтов. Дай угадаю. Встречался тогда с ним, потому что он продюсер, тикток-продюсер известный. Просто предположил, вдруг. Ну, вопрос задаю просто. Можешь ответить. Просто для того, чтобы не жить в нём. Человек же просто бросал всё и исчезал. Он выходил из машины на ходу, оставляя машину на дороге. На ходу, бля? Оставлял меня в другой стороне. А он за рулём в этот момент был? Это, ну, неадекватно, блядь. Немножко надо заявление на такое писать, блядь. Вот он немножко в дурку был. Без денег, ключа... Как он из машины на ходу? Подожди, ещё раз, блядь. Подожди, этот тейк надо ещё раз. Конфликтов я предпочитаю решать. Конфликт сразу для того, чтобы не жить в нём. Человек же просто бросал всё и исчезал. Он выходил из машины на ходу, оставляя машину на дороге. Зашист, блядь. Оставлял меня в другой стороне без денег, ключа от номера... Ну, я терпела, блядь, до последнего, нахуй. Тебя, мужик, блядь, на дороге оставил, блядь. В другой стороне без документов, да, без денег, блядь. Ну, ладно, вот сейчас я его прощу, блядь. А, ну-ну, Роднолькина, а чё такое, блядь? А чё расстались-то, интересно, блядь? А чё у тебя депрессия из-за чего, интересно? Не отвечая на звонки на непределённое время. Ну, то есть... Ну, то есть, короче, вёл себя как долбоёб, и ты терпела шесть лет. Шесть. Ну, ладно, пять. Ну, я думаю, шесть лет. Шесть, блядь. Шесть, блядь. Угу. Так, Роднолькина, слушаем, слушаем, соболезную. Такие моменты были, и моё отношение, моё доверие, понятное дело, из-за всего этого страдало. Да ты ещё шесть лет страдала доверием. Так, так, так. Вот Оксимирон десять лет, блядь, терпел. Вот то же самое. Да, Роднолькина, слушай. Я бы уже не могла поддерживать образ, который ты меня требовала поддерживать, из-за этого я начала замыкаться в себе. А, то есть он из тебя строил другого человека, говорил, что ты должна по образу какому-то жить, но ты шесть лет терпела. Так, 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 так. Я никогда не скрывала, что... Казанский душитель. Казанский душитель, бля, охуенно. Начала вести социальные сети, потому что для меня это было чем-то естественным, чем-то забавным. Общение с аудиторией и создание контента для меня это было не что-то ради денег, ради популярности. Они для меня не были на первом месте. А, ну да, да, да. И с ним ты тоже не из-за этого встречалась, так я верю. Цифры, количественных подписчиков, количественных отхватов. Но бизнес есть бизнес. Да ты что, если бы он тебя нахуй не выкинул, да, бизнес есть бизнес. И в отношениях так же, да, если бы он тебя не выкинул, как я понимаю, там все равно до сих пор терпелы. Из-за нескольких лет выслушивания того, что у меня нет обисти, которые, я думаю, от меня ожидались, я постепенно решила впадать в состояние депрессии. Когда после рабочего дня в 10 вечера я приходила домой... Из-за чего, интересно, вот этот момент не понял, блядь. Садилась поиграть в PlayStation для того, чтобы переключить свой мозг, потому что мне очень сложно засыпать из-за потока мыслей. И тогда это еще был поток рабочих мыслей, перемешанный с чувством вины, что я не зашно работаю. Я приходила домой, садилась поиграть в PlayStation для того, чтобы просто выключить хотя бы свою голову. Бля, никто так не делает, интересно, блядь. Я в игры играю, наоборот, чтобы включать голову. Так-так, слушаю. Ранулькина слушаю, слушаю. Домой, не видя меня целый день, увидев меня... Казанский душегуб тебя выслушивает сейчас, да-да. Сидящий перед телевизором, говорил, ты опять не работаешь? Если ты не спишь, могла бы снимать. И я понимаю, что он придется... Ну и 6 лет вот так подряд нахуй терпел. Так-так, Ранулькина слушаю дальше. Потому что мы старались разделять личную жизнь и бизнес. Более того, кстати, мы не работали вместе несколько первых лет в наших отношениях. И ему в глазах общественности... Ну рекламку-то он подгонял тебе, да, наверняка. Ну просто странно встречаться с человеком, который там... Главный по рекламе. Да, но в 17-м он не настолько главный был, но уже все почти... Да, нет, хотя он... В 17-м... Вот в 18-м году, по-моему, он захватил рынок, если не ошибаюсь. Или в 19-м году. Ну все равно, да, ты встречаешься с ним, он рекламку-то все равно подгонит. Просто тогда он продюсером-то и не был. Знаешь что? Да, кстати, бля, я к очень интересному выводу пришел. Она говорит, первые... Первые годы мы с ним, типа, он не руководил мной как продюсер, да? Так он не был продюсером. Он же до 19-го года не был продюсером. До 20-го, бля, точно нахуй. Какой нахуй продюсер? Он был просто... Он был просто этот самый... Ну продаван, короче, рекламы, поняли? Он Wild Jam свой открыл. Вот. И, короче, просто продавал рекламой. То потом он начал, типа, вкладываться в деньгами, там, в Масленникова и так далее. Типа, потихонечку. Точнее, скорее, мне кажется... Мне кажется, мое предположение, что когда он вложился в Масленникова, да, деньгами, и Масленникова стрельнул очень сильно там в году... Ну вы сами понятие, я уж не хочу года вспоминать, какие. Он понял, что он, да, не продаван больше, а он продюсер, блядь. Ммм, интересно, блядь. А почему вы не работали? Странно. Да, мне хотелось максимально показаться предвзятым. Поэтому он, честно, говорил, что с меня всегда спрашивалось больше. Мне нельзя было брать выходные, мне нельзя было отдыхать, пока я находился в отпуске. И ты такая, ну, пожалуй, еще шесть лет потерплю. Ну, вообще нормальная тема. Все, что я делала, всегда сравнивалось с кем-то, у кого... Кто достиг большего, у кого лучше получается, чем у меня. Ммм. Но слышать, почему ты просто не можешь быть как... Ставьте имя вашей более популярной и близкой подруге, с которой вы постоянно общаетесь. Как тон. Блядь, у меня нет популярных подруг. Ну, такое удовольствие. Да и в целом сейчас я понимаю, мы не подходили друг к другу совершенно. Ну, на шестой год поняла. Вот через шесть лет к выводу пришла, говорит. Мы, говорит, до друга не подходили. Так, так, слушай. Фрося, Фрося, да-да-да, Фрося. Тоже роднулькина моя. В силу своей слепой лояльности и... Шесть лет лояльность слепая была. Ну-ну-ну-ну-ну, роднулькина, слушаем тебя дальше, конечно. И плюс я была слишком молодая. И чтобы не мучить ни себя, ни второго человека... 23, а ему 32, нихуя. Может, ты для красивых цифр с ним встречалась? Мне было 23, ему 32, блядь. Какой нахуй? Тебя кто воспитывал, блядь? Ты как... С кем ты ведешься, блядь? Это что за хуйня, блядь? Ну-ну, роднулькина, слушаем. Я была слишком молодая. А, Даша, Даша, конечно, конечно. Все, это моя подруженька, да, точно. Но без шуток, что-то забыл про нее. Чуть не себя, ни второго человека. Вместо того, чтобы просто разойтись, я продолжала все усерднее стараться что-то починить. Но в итоге в... В конце декабря 2021 года мы расстались и росли спокойно. Шесть лет! Вот я угадал, шесть лет прошло. Блядь, как вы... Как так, блядь? Странно, блядь. Без драмы, без скандалов, без руганий, без чего-либо. Без каких-то разборов полетов жестких. Мы жили вместе, так что... Это был, по-моему, день, когда мы снимали клип на общую песню Dream Team. Я уехала на съемки. Кого? Ну похуй. Отнялась весь рабочий день. Еще делала какие-то рекламы, помимо этого. То есть был очень загруженный день. Я вернулась домой, наверное, в 4 утра следующего уже дня. И просто увидела, что пока меня не было, пока я была на съемках, я расслабил свою свои вещи. А, я думал, сейчас там женщина-другая. Поняла, что, ну, собственно, все. Ну, хотя бы припиздела для прикола, типа. Вот было бы интересно, если ты там изменял. Вот это было бы интересно. Что-то причинить до самого последнего дня. И тут я поняла, что, наверное, уже что-то чинить будет невозможно. И мы виделись несколько раз после этого. Мы общались. Опять-таки, без скандалов. Хотя мы не были официально расписаны. Ярослав оставил, как это называют мои замужние подруги, мне отступные. Он тебя расписал? Извините за шутку. Тупая шутка. Оказывается, есть такая вещь. И несмотря на расставание, мы провели Новый год вместе. Мы вместе полетели тогда в Дубай. Общались. Честно скажу, я в этот момент думала, ну, у нас еще может что-то получиться. Ну, мы еще можем сойтись. Ну, вот же, ну, вот он. Ну, вот шесть лет подряд вот так вот. Так, так, роднолькин. Да, ну, нормальные мысли. Мне бы тоже такие мысли на твоем месте пришли. Поехали дальше. Человек, ну, мы столько времени вместе провели. И для меня осознать, что тот человек, с которым я была в отношениях шесть лет, с которым я столько пробыла, с которым я планировала провести все оставшиеся вместе, потому что мы это обсуждали, с которым я думала, я построю свою семью, что мы пытались сделать. Да-да-да, вот с этим долбоемом, чтобы он тебя и унижал, по-моему, с дочерью твоей, или кто у вас там родится, вас двоих унижал. Хорошая идея. Мне такое было принять очень сложно. А, хорошая идея, да, классная. Я помню, что мысли вставания несколько месяцев обручальное кольцо, я с ним ходила, потому что просто мысль о том, чтобы снять обручальное кольцо, для меня оказалась супердикой. Первый конфликт случился. Ну, лучше потерпеть. Зачем снимать? Колечко-то дорогое, хорошее, блядь. Колечко, наверное, еще хорошее получилось, потому что я смотрел интервью Собчак с ним. Там он, по-моему, за 20-й год миллиард рублей заработал. Миллиард рублей он заработал за 20-й год, блядь. Конечно, колечко, наверное, какое-то охуенное, да, блядь. Качество хорошее. Как ее снимают? Лучше выслушивать, какая ты не такая, блядь. Как он тебя унижает, да, говорит, что ты не такая. Ну, вот, вот та лучше, блядь. Ну, короче, блядь, охуенно. В другой стране без денег оставляет, блядь. Колечко-то надо, да, да, да. В марте 2022 года, причину которого я полностью раскрывать не буду. Да-да-да, миллиард рублей он заработал за 20-й год. Это точно в нашем таймлайне. Вот теперь понимаете, да, почему он от него не уходил? Мое, исключительно мое мнение, ребят, только мое мнение. Я вас не подталкиваю на эти мысли, но это мне так кажется. Ну, потом еще. Посмотрим, посмотрим, попиздежу, посмотрим. Не рассказывать, упускать детали, все того, что это не касается. Ну, просто пока что, ну, мне так кажется. Ну, просто, ребят, уж не обижайтесь, я уже так, я ее, как бы, не про всех женщин так говорю, но здесь, блядь, даже бред, блядь. Человек ее унижает, поняли? Ну, она такие вещи нарассказывала, что она в другой стране оставляет, блядь, без денег, нахуй. Типа, добирайся, как хочешь, домой. Ну, вы слышали эти бредятины, блядь? Унижает ее вообще, как личность, блядь. И она с ним все равно терпит 6 лет, блядь. Кыши, ну, какие-то... Я понимаю, если бы у них семья была, ребенок, это можно было предположить, что она это делает ради, ну, ради ребенка, да, чтобы она не... Ну, либо с мамой, либо с... Ну, вы поняли, вот эта хуйня, я... То есть, это понять можно. А тут что ее останавливало? Они даже не расписаны были. Ну, я говорю, просто понял, что он миллиард заработал за 20-й год. За 21-й, кстати, он еще больше заработал. Ко мне, либо отношения, в которых я находилась, и рассказывать про такое, это немного не в моих моральных принципах. Да ты уже все рассказала, Ранулькин, моя. Ну, ладно, ладно. Поэтому я немножечко некоторые подробности буду пускать. Так вот, в марте 2022 года я узнала то, что меня сильно ударило. Я не могла понять, как такое могло произойти так быстро. Поэтому попросила минимизировать потенциальный будущий ущерб сердечный, который я знаю, что будет у меня. Честно скажу, я не... Сука, блядь. Сделала это в самой... Утоленженной и прекрасной форме, но без каких-либо... Бранных слов или что-либо еще. Я попросила... Блядь, что... ... этого не делать. И на что получила, собственно, очень жесткий отказ. Что сделал? Ой, 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 роднолькина моя, блядь. Еще раз. Сердечный. Поэтому попросила минимизировать. Что минимизировать? Я не могла понять, как пускать. Так вот, в марте 2022 года я узнала то, что меня сильно ударило. Что ударило? Я не могла понять, как такое могло произойти так быстро. Какое? Поэтому попросила минимизировать потенциальный будущий ущерб. Какой, блядь, ущерб? Сердечный, который я знаю, что будет у меня... Честно скажу... Как... Что ты знаешь, блядь? Я не сделала это в самой... Утанженной и прекрасной форме, но... Что сделала, блядь? Без каких-либо... ...транцов или что-либо еще. Я попросила этого не делать. Что не сделать, блядь? Сука, у меня же слюна вылезла. Что не сделать? И на что получила, собственно, очень жесткий отказ. На что отказ, блядь? Роднолькина моя, ой-ой-ой, блядь. Так-так-так, слушаем тебя. Интересная ты рассказчица, блядь. Очень жесткий отказ. И мне кажется... На что, блядь, отказ? На что? Денег дать, когда ты в другой стране была? Это как раз и стало точкой начала... Что стало точкой начала? Какого-то конфликта зарождается. Какого нахуй, в честь чего, блядь? В честь чего, тогда... И я тогда жила в Мексике, мы с Дринцем... Когда тогда? Мы когда улетели в Мексику, это... В это время было... Я снимала квартиру с Владом Левским и его девушкой. Так. Ребята не дадут соврать, я... И в это время случилось что, блядь? Две недели после этого лежала в... После чего ты лежала, блядь? Сука, ты меня заебала, роднулькина моя, блядь. Роднулькина моя, блядь. Ты про что рассказываешь-то, блядь? В зашторенной темной комнате, на кровати. Из-за чего, блядь? В том моменте, блядь, она начала впадать в максимальное эмоциональное состояние. Одна. Из-за чего? В июне-июль того года. Вля, ебать, блядь. Души пишет. Да, вы хоть... Ну ладно, души, блядь. Я сейчас искренне говорю, что она хочет мне рассказать, блядь. Что она, это Маяшкина, роднулькина, хочет мне сказать, блядь. Что она пытается мне донести, блядь. Я нихуя не понимаю. Блядь, ребят, вот тогда такое случилось, ребят. Вот тогда такое случилось. Как вам сказать? Ну я тогда охуел. И в тот момент, когда это случилось, я понял, что да, это жёстко. По мне это ударило. Блядь, да что за бред, блядь. Это были самые вообще тёмные месяцы в моей жизни. Когда доза максимально... Я уже была на максимальной дозе антидепрессантов, и она мне не помогала. И сейчас будет момент, о котором мне очень стыдно рассказывать. Ну, наверное, всё рассказываю, всё рассказываю. Я стояла тогда на перекрёстке, я помню. И моей мыслью было... Блин, я не могу этого сделать. Да, блядь, что сделать? Блядь! Собака дома. А, я... Всё. Я осуждаю невероятно, я понял. Да, чё ты... Блядь, из-за чего? О, Роднулькина моя, скажи, тебя выгнали тогда из Дрим Тима или чё? Я не понимаю, Роднулькина, блядь. Вот настолько. Всё было плохо, да. Темно. Я, понятное дело, не могу использовать все слова, чтобы... Если кто-то не понял, речь... Всё, всё. Вот хотя бы это пояснило. Нахуя-то? Вот зачем она поясняет про суицидальные мысли, что, конечно, это ужасные вещи, это ужасные рассказы, блядь. Здесь я прикалываться никак не буду. Но не поясняет, из-за чего весь этот сыр-бор, что там произошло-то в итоге. Так-так. Так что я сроточилась максимально в своём выздоровлении. Я тогда уже была в процессе выздоровления. За что я себе, собственно, благодарна. Угу. Потому что если бы я, наверное... Даже казанский душитель, да-да-да, взрывается. Я взяла, грубо говоря, вот эти полгода, как минимум, будто лет, для того, чтобы перевести свой ментальный и эмоциональный состояние... После чего, Роднулькина моя? После чего? Ну, блин, я бы не знаю, как бы я отреагировала на то, что произошло, что потом? На что, блядь, отреагировала? Как бы, что бы со мной было, я бы, наверное, точно десантировалась. После чего? Знаете, в прошлом сентябре мы с Рим Тимом приехали в США, и мы долго готовились к этой поездке. Так они приехали в... То есть её не выгнали? Блядь, тогда что произошло, если они приехали в США, блядь? Она только что в Мексике была, блядь. Ну, хорошо, вы пишите, из хаоса выгнали. Так они в США только что приехали после, нахуй. Чё за хуйня, блядь? У нас идея поехать в США ещё была с 2021 года. Блядь, вот, 2021 году, блядь. Она издевается, блядь. Это было у нас в планах, в целях. И мы после расставания, ребята, это только наши догадки, блядь. Потому что это хуй догадаешь, что она пытается нам сказать, блядь. 21-го, собственно, когда мы были в Казахстане. 22-го, блядь, в Казахстане теперь. Нахуй, нихуя, Мексика. Я в Мексике была, в США, Dream Team. А потом я была в Казахстане, когда она была... Вот она рисует эту полоску ебаную, знаете, чтобы мы не путались во времени. И я запутался во времени жёстко, блядь. Я нихуя не понимаю, нахуй, что она пытается нам сказать. Где она вообще существует? Может, ей показалось, что она летает куда-то, блядь. Это бред, блядь. Приехала. Одновременно в трёх странах была, блядь. Мы все решили, что мы это делаем. Что делаем? Угу. Мы все начали готовиться. К чему, блядь, сука, к хуе моему? К чему вы готовитесь, Радулькина, моя? Немножко подробностей, можно, блядь, говорить? Немножко подробностей каких-то, да? Потому что, несмотря на все вот эти депрессивные суперстрёмные моменты, я всё равно готовилась. В августе я полетела в Армению для того, чтобы... Блядь, уже в Армению полетела. Ебать, ты путеше... Даша путеше... Ира путешественница. Ты серьёзно, Радулькина. Тебе надо называться не Ира Бэпан, блядь, а Ира путешественница. И ты просто пиздец, блядь. Получить визу, прошла собеседование. Ты всё проорал. Да чё ты пиздишь? Я два раза перематывал перед вами, блядь. Нихуя непонятно, что она пытается сказать. В смысле проорал, блядь? Я два раза перематывал, блядь. Тогда тоже прилетели Лиана и Джин, Катя, Дания. Мне дали визу, я сразу купила... Какой нахуй Джин, блядь? Это который Уилл Смит играл, блядь? Лет на начало, на первые числа сентября, потому что мы с теми ребятами, у которых уже тоже была виза, договорились, что мы прилетим примерно в одно время, там, с разбросанной несколько дней, ну, чтобы уже всем быть вместе. То есть все знали, что... Так её не выгнали оттуда? Ой-ой-ой. Она была в Мексике, блядь. Она была сначала в Мексике и узнала что-то, что её разбило. Потом она полетела в Америку с Дрим Тимом, то есть получается то, что её разбило, это не то, что её выкинули из Дрим Тима. Потом они полетели в Казахстан, в Армению, я не понял, короче, где, чё, как. Потом в Казахстан, в Казахстан, я не знаю, к чему она вообще говорила. Потом они полетели в Армению с Дрим Тимом, короче. А что произошло, короче, я хочу знать. Я была супер заражена, я была супер рада, потому что наконец-то я уже в хорошем состоянии, я наконец-то закончила своё выздоровление. А, закончила. И я уже была супер готова работать. Да, то есть это в будущем, поняли? Это было в будущем. То есть она в Dream Team, короче, поняли? То есть антидепрессанты, когда вот случилось у нее что-то там ужасное, о чем она, блядь, утаила нахуй. Она была в Мексике, была, как она сказала, что под очень сильными антидепрессантами, да? И случилось что-то ужасное. Потом она полетела, короче, куда-то там, через хуй поймешь, уже курс закончился, но она все равно в Dream Team. Двигаться дальше? Я не понимаю. Он изменил? Да, да вообще об этом речи нету, блядь. Он, походу, изменил. Ну, ребята, это наши догадки, ебаные. Я вам серьезно говорю, блядь. Но из-за того, что я тогда взяла вот это время на выздоровление, понятное дело, я добавляла на мою работу в команде. Когда тогда, Ранулькина моя? Ты покажи хотя бы свою полоску эту белую, ебаную, нарисованную, хоть что-то понять. Ребята не знали, как все плохо. Потому что я закрыла себе, я им это не рассказывала. Так ты же хорошо был, ты только что сказала. Как ты могла в себе закрыться, блядь? Если ты сказал, у меня курс закончился, я чувствовал себя на подъеме охуенным. Или это другое время, или это уже опять время прошло какое-то, Ранулькина моя. Ну, слушайте. В каком моменте нахожусь? Понятное дело, они не были особо рады, потому что я не принимаю должного участия в работе. Ты его гораешь, ты только что, блядь, ты только что сказала, что у тебя закончился курс лечения, и ты типа на подъеме, ты готова рвать всех. Ты только что это сказала. Через, через секунд 15 ты говоришь, что ты замкнула себе, и ребята, блядь, не могут нахуй тебя, ну типа, не могут, а тебе, рассчитывать на твое участие в каких-то проектах. Ранулькина, ты чего, блядь? Бля, я не понимаю, нахуй, вообще, что она хочет мне сказать? В команде? То есть они были в Казахстане? Потому что я не принимаю должного участия в работе в команде. Это в прошлом, Даня, что в прошлом, блядь? Ты идите в пизду, блядь. То есть они были в Казахстане, снимали, я в это время была в Москве. Ты только что в Казахстане была, блядь, ты что, угораешь? Ты только что с ними была в Казахстане? На лечении, на приемах психотерапевтов. Ты же вылечилась, ты сама сказала! Так что понятно. Блядь, это прикол какой-то! Блядь, я ни в коем случае, слушай, Ранулькина, вот Ира, я ни в коем случае не обесцениваю твои проблемы душевные, честно говорю, вот искренне, блядь, ложа руку на сердце. Но то, что ты говоришь, я нихуя понять не могу, Ранулькина, я просто исходя из твоего, я, то есть, не смеюсь над твоими ментальными проблемами, честно говорю, но просто я пытаюсь вникнуть, что ты мне говоришь, и мне просто рвет пердак, ты уж прости меня, пожалуйста, ну это пиздец, где ты вообще, ты сейчас где, Ранулькина, нам где тебя найти, блядь? Ты где, нахуй, ты закончила курс или он еще идет, блядь? У них были претензии ко мне, я со своей стороны чувствовала гигантскую вину за то, что я вот так отсутствую. Когда к ним ехала, и после сообщения, про которое я сейчас расскажу, ехала? После сообщения я подумала, я честно поверила, что они хотят меня выгнать на фоне всего вот этого. Какого сообщения? Ну все равно решила прилететь, все равно решила, что мне нужно с ними поговорить, потому что они для меня важны. С Dream Team'ом. Так. И, собственно, что я и сделала, я прилетела, я с ними поговорила, я рассказала им, что со мной происходило, они, естественно, меня пожалели, они рассказали мне свою точку зрения. Угу. И, собственно, взяли с меня обещания, что, ну, случилось и случилось, давай. Что случилось? Пизда с хуем разлучилась? Что случилось? Радулькина, хоть чуть-чуть пояснений, блядь. Двигаться дальше? Сейчас расскажет про сообщения. Есть, ребята, так-так-так-так-так-так, про сообщения нихуя непонятно. Обещаю, что ты будешь, скажем так, отрабатывать за то время, которое ты отсутствовала. Опа, отрабатывать, да, нет. Ну что ты там жопастая, бегом ко мне. Как-то, блядь, я забыл. Отрабатывать, блядь. Говорю. Да, нет. За два дня до моего вылета я получаю сообщение от Ярослава. Опа. Сообщение, в котором сказано... О, вот то самое сообщение. Так, подожди, это было когда? Еще раз, блядь. За два дня до моего вылета... Какого вылета, блядь? В Казахстан, как я понимаю? Получаю сообщение от Ярослава. Сообщение, в котором сказано, не лети в Америку. Какую нахуй? Ты же там была только что, блядь, блядь, пиздец. Это как в Шерлок Холмс, знаете, вот в сериале, вторая серия четвертого сезона, где жена Ватсона, как ее, Мэри, да, Мэри, по-моему, помните, там была, что один из Агра вернулся, ну, один из ее команды, помните, вот этих киллеров, короче, вернулся мстить ей в Лондон, и она начала от него бежать, и вбежала в Марокко, да, по-моему, что-то такая хуйня. И она летела, помните, там, она летела по всем странам, а выбирать, куда она полетит дальше, она кидала кубики. Вот у меня ощущение примерно, что она Мэри, блядь, из Шерлока Холмса, и она летит от своих проблем, потому что у нее столько стран за минуту, нахуй, она облетела, блядь. Какая нахуй Америка, в которой она только что была, Мексика, зачем тут Казахстан, Москва, блядь, очень интересно, блядь. Тебя... Ее хуй, может быть, Ярослав с тобой расстался, что тебя найти не смог, блядь, реально, просто, да хуй. У тебя хуй найдешь, где ты находишься, блядь. А тут никто не ждет? Ребята хотят тебя выгнать. Они же в Казахстане, блядь, Ранулькина, нет? Забыла, блядь? Они же в Казахстане, кто тебя ждет в Америке, если они в Dream Team, блядь, в Казахстане, ой, блядь! Я согласен, поэтому тебе проще вообще не прилетать. Ну, как бы, понятно, да? Я поверила, что такое может происходить на фоне всего. Можете представить мое лицо? То есть я сижу с билетами, я сижу на чемоданах. И думаю, лол, что? Я столько месяцев готовилась, я столько времени потратила, столько денег потратила. Я общалась... Конечно, столько денег, столько по странам летать. Армения, Казахстан, блядь, Америка, Мексика, ебать. Я бы тоже разорился, нахуй, Ранулькина, это пиздец, блядь. В пятом их чате я знаю, что они меня ждут. Хоть и, ну, чувствую вину. И у меня... Они его эти... Блядь, слово такое неприятное хотел сказать. Подданы они его, что он скажет, что они и будут делать. Ранулькин, ты что это понимаешь, блядь? Мысли что-то? Это они тебе в личку говорят, что, ой, мы тебя поддержим, а вот если он скажет, не поддержите вы ее, значит, они тебя не поддерживают, блядь. Это так работает Dream Team. У человека за этого. Поэтому я просто ответила, Dream Team это мой приоритет. Я для тебя решила это давно. Поэтому я ребят не брошу. И я лечу ради них. Что, собственно, я сделала. Опа! Прилетел сюда в первых числах сентября и, наконец, увидевшись с ребятами... Все, нахуй, весь мир облетело за год? В конце 22-го она прилетела. Так. Судя по этой, блядь, графике этой ебаной. Я узнала, что они такой темы не поднимали. И, наоборот, Ярослав им сказал, что меня надо выгнать. И сказал, мол, серьезно, подумайте об этом. Какой темы не поднимали? Окей. И, понятное дело, что в первый же день... Какой они темы? Подожди. Ей написал Ярослав, не прилетай сюда, да? Ну, в Америку. Тебя здесь никто не ждет. Она говорит, ну, я же, типа, я же с ними общалась. И они говорили о том, что мы тебя все любим, мы тебя все понимаем. Да, вот такие вещи. Прилетая... Когда я прилетела в Америку, я узнала, что они эту тему не поднимали. Сука, какую нахуй тему, блядь? Темы вы... Блядь! Я узнала, что, скорее всего, было настоящей причиной того, что мне якобы не стоило... Что ее, типа, выгнали. Просто так составлено предложение кому-то. Я понял, понял, да, все, окей, окей. С этим разобрались, благодаря чату. Спасибо вам всем большое. Дайте пять. Хорош, блядь. С этим разобрались. Поехали дальше, блядь. Что Ярослав не хотел, чтобы я прилетала. Опять-таки, это часть, которую я не могу полностью рассказать. Блядь, ты знаешь, ты, по-моему, полностью ничего не можешь рассказать, роднульки. Потому что она сдрагивает не только меня, отношения, в которых я была. Но... И причина, это никак не касалось Дэйм Тим. Пролечив уже свое эмоциональное ментальное состояние последние несколько месяцев... Какое... Какое же состояние? И причина, это никак не касалось Дэйм Тим. Пролечив уже свое эмоциональное ментальное состояние... последней. А, эмоциональная, все-все-все. Понял, понял. Я думал, национальное ментальное состояние. Думал, ну все, тетя, плохо, точно, блядь. Пиздец, ладно, все-все, это я уже ошибся. В периии я, узнав этот факт, не касающийся... nou получилось, абсурдно, конечно, но это меня никак не касается. Блядь, я перемотаю, очень интересно, невероятно, блядь. ... а��ацииic уже свое эмоциональное ментальное состояние в последние несколько месяцев. Национальное, да, кого-то говорит? Ага. Уже находящийся в хорошем состоянии, я, узнав этот факт, не касающийся не как Dream Team, просто сказала, ну, волча, абсурдно, конечно. Что, какой факт, блядь? А, типа, что эльфторговец хотел ее выгнать, остальные нет, так, ага. Меня никак не касается, поэтому я просто сосредоточилась на работе, сосредоточилась на том, что мы будем воплощать нашу мечту все вместе Dream Team, и... Так тебя оттуда выгнали. На том, что Dream Team это мой приоритет, и стала двигаться дальше. А, еще или не выгнали, то есть поднимается пока что вопрос, да, о ее... исключении ее. Мы постепенно стали собираться здесь, к сожалению, не все могли приехать. Нет еще. Но после полугода, грубо говоря, который мы провели, так или иначе, находясь в разных точках, мы все были супер рады, что мы постепенно начали собираться. Каких нахуй точках? Большинство. Нам пришлось строить жизнь заново, мы очень старались, мы наняли новую команду, мы изменили стиль видео, мы начали челлендж, в котором мы каждый день приезжали на Родео, снимали там на улице контент. Бездарно. Наша задача теперь была не только работать на русскоязычную аудиторию, на которую мы работали до этого, но еще ко всему этому постараться выйти на международную аудиторию. То есть мы были все вот в этой идее, мы очень сильно старались челленджи. Однако гайки нашей работы между Dream Team'ом и нашим продюсером постепенно начали крутиться не по резьбе. А то есть ты думала, что ты приедешь, то есть продюсер против того, что ты приедешь туда, ты туда все равно приехала, все равно начали общаться, и ты охуела, что у вас гайки закручиваются, да, с продюсером у вас натяжные отношения, интересным. Я думаю, продюсер такой, да ладно, я пошутил, ты теперь одна из нас, все равно. Приехав сюда, мы прекрасно понимали, что весь процесс, то есть мы знали, что вас здесь никто не ждет, если что-нибудь. Мы увидели эти комментарии. Да-да-да, мы прекрасно понимали, что нас здесь никто не ждет, и мы прекрасно понимали, что нам нужно будет строить все заново. Как нашей жизни, так и нашу работу. Поэтому мы были к этому готовы, мы понимали, что это можно несколько лет, но внезапно с нас начали требовать не то, что успех, который мы сделали когда-то, а еще больше успеха. И нас стали вопрекать в том, что мы не работаем достаточно, раз этот успех не происходит. А ты можешь пояснить, как ты, ну, типа просто ты так говоришь, как будто ты въябывала просто, ну, по ощущению, да, как папа Карла ебаный, блин. Ты можешь, пожалуйста, показать объем работы, которую ты сделала, когда ты в Америку переехала? Просто я, насколько я знаю, да, вот Дрим Тим, когда туда приехали, всем похуй стало, реально. Бабич, мамич, они все какие-то куда-то в колледже устроились, ну, то есть им вообще похуй, все там тусуются, угорают, блин, типа. Можешь показать, типа, вот я вот, смотрите, сколько я всего сделала, а от меня еще просили еще больше. Просто пока ты просто говоришь, что, ну, я работал, короче, да, было дело, короче, от меня просили больше, может, просто он результат просил еще больше, интересно, блин. За месяц, за два. Ну, то есть, знаете, как говорится, если ты хочешь получить какой-то новый результат, делай то, что ты никогда не делал. Тут же требовалось получить результат, который мы уже получили, но мы были в совершенно других условиях, но результат мы все еще должны были получить. Ну, что вы сделали для того, чтобы... Просто интересно, ты бы показала, ну, типа, все тиктоки, которые там отсняла, знаешь, там сотни вот эти. Что-то еще, короче, видосы. Ну, просто на словах ты, Лев Толстой, как говорится, прости, пожалуйста. Он как продюсер, какой бы он гандон не был, да, как человек, он все равно продюсер. Он хочет выгоды, типа, в любом случае, чтобы вы выгоду приносили. Просто интересно, ну, как бы, объем работы твоей, я посмотрел. Мы уже в феврале этого года, где вся помощь постепенно начала сводиться к нулю. И нам пришлось уволить команду, с которой мы работали, потому что мы не могли оплатить их сами. Нам нужно было снимать жилье и, в принципе, на что-то жить. А на тот момент уже, ну, наверное, только один, может быть, два блогера что-то зарабатывали. Время от времени. В каком нахуй феврале? Это же конец 22-го года. Получается, в 23-м уже, блядь, я что-то запутался. Не зарабатывали вообще ничего. И нам все еще нужно было на что-то существовать. Короче, мы выживали... Ха-ха, блядь, вот так вот, нахуй. Постепенно начали отваливаться люди. А жили бы в России, блядь. Правильно, нахуй? Естественно, из-за трансовых моментов тоже, потому что просто деньги заканчивались... Вот-вот, блядь, вот ваша Америка вся, нахуй. Накупленные, на которые все жили, но еще и из-за личного отношения... Вот так, блядь. Из-за личного-рабочего отношения... Вот-вот, блядь. Не внутри Dream Team'а. Конечно, блядь. Ну-ну, блядь, туалетная бумага за 5 долларов, ну-ну, блядь. Честно, там были моменты, которые для меня просто... Как можно настолько... Как можно так уступать? Как можно настолько сливать? Но это, опять-таки, это не мои истории. То есть я просто была свидетелем того, как это происходило. Поэтому, если эти люди захотят высказать... Что происходило? Что сливать? Вот сливать кого? Просто я подумал, ты сейчас сказал, как... Я хз, как можно было так сливать? И я думал, тебя сливали, типа. И ты такая... Я была свидетелем этого. Чего? Как тебя сливали? Бля, я уже не хочу перематывать. В лом пиздец. С ним произошло, рассказать. Сливать людей? Каких нахуй людей, ребята? О своем опыте это уже к ним. Я раскрывать далее этого не буду, но... Бред полный. Большинство... Что, бред, пиздец? Не говори, бред, пиздец полный, блядь. У нас продолжало сжаться друг от друга. Что сливать? Вот она говорит с командой. Да, она сказала, смотрите. Вот в тот момент начали жестко сливать. Я просто промолчал на этом моменте, потому что я подумал, ну ее сливать начали. Потому что ролик про то, как ее выгнали с Dream Team. И потом такая, я была свидетелем этого. Чего, как тебя сливали? Ты свидетель того, как тебя... Я не понимаю, понимаете? Но это бред, короче. Мне очень плохо, блядь. Потому что мы понимали, что... И мы это каждый раз говорили друг другу, что наша сила в том, что мы вместе. И тут мне пришло... Да, да, рассказывай. Он Милохину это расскажи, который вас нахуй послал уже давно. Новое сообщение от Яслава. Надеюсь, я в фокусе. Если нет, простите, у меня немножко камера зафрелила. Да, Роднулькин, ты в фокусе не переживай. Все в порядке. Даже если немножко мутненько будет, и так уже ролик такой достаточно мутный. Мы уже привыкли. Поэтому я не могу видеть, в фокусе ли я. Часть 3. Хорошо. Как, собственно, меня выгнали из Dream Team? Поехали. Где-то в фокусе февраля мне пришло сообщение... 30-я минута. Ярослава, где было сказано, проще говоря, я выгоняю тебя из Dream Team. Можешь... 1 марта. Можешь сама сказать ребятам, могу я сказать. Честно говоря, моя первая реакция была... Исторический смех. Что? Да, ты не ожидала же этого. То есть... Он еще год назад по ее истории, блядь, по ее рассказам, он год назад говорил, что не приезжать тебя никто здесь не ждет. Она там плавилась с ними год, нахуй, да? Она все-таки прилетела. Год с ними плавилась. И он такой, я тебя выгоняю. Она такая, да ну нахуй. Да ну нахуй! Это ударило по моей ментальной... Что, блядь, ты не в курсе, блядь? На что ты надеялась, блядь? Ты взрослый человек или нет? Ты можешь свою жизнь распланировать так, чтобы ты не оказалась опять без денег в другой стране? Это же бред. А роднулькин, ты что? Ты как до своих годов дожила. Это же просто смешно, блядь. Типа... Я тут же зачитала это сообщение. Как неожиданно, да? И приятно. Тут уже нельзя смеяться. Так, 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 роднулькин, слушаем дальше твои, блядь, рассказы охуительные. Меня, естественно, заверили, что этого не произойдет. А, мне же сказали, что этого не произойдет. Все, 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 блядь. Это абсурд, они не дадут этому случиться. Я через какое-то время... Я тоже мне на ВИТО, короче, я на ВИТО хотел вот объектив этот купить. Он говорит, давай, короче, мне на карту деньги скинешь за этот, и я тебе его отправлю. Я говорю, точно не обманешь? Ну вот, ну точно, ты мне заверяешь, что ты не обманешь меня? Он такой, точно, я тебя отправлю сразу же, блядь. Все, 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 понял, понял, блядь. Да, у меня такая реакция на какие-то травматичные события. Я начинаю смеяться. Он да, уже пообещал, блядь. Странно, блядь. Что происходит, я попросила Ярославу объяснить, в чем смысл меня выгонять из команды. На что получила новую порцию, я могу это назвать так, общение со стеной. И комментариев снова о моей паршивости просто. И тут я бы хотела добавить... Какие комментарии были? Этих диалогов, этого диалога, наших сообщений, чтобы подтвердить правдивость того, что я рассказываю, но когда пару месяцев назад я решила, что, возможно, мне стоит записать это видео, потому что я все равно хотела рассказать, что происходит, потому что в моей голове просто начать снимать видео на YouTube, игнорируя вопросы аудитории, что в Dream Team, что происходит и так далее, это как-то, ну, не очень. Я подумала, возможно, мне стоит рассказать, что произошло, что я все еще, что я уже не в Dream Team, и как... Может быть, может быть, как я ушла, получается. Ага. И когда у меня появилась эта мысль, я с ней проходила несколько дней, я подумала, хм, а зайду-ка я в наш с Ярославовым Телеграм-чат для того, чтобы, ну, сделать скриншоты. Удалил, да? Вот еще один Даня Кашин, блядь, удалил. На всякий случай. И увидела, что он удалил всю... Бля, я вот такой же гондон, блядь, я вам серьезно, я такой же гондон, блядь, я тоже переписки удалил, я в курсе, блядь? Переписку за семь лет. Опа! За семь лет. А, семь лет, ага, блядь, ну-ну-ну. Подождите, подождите, подождите. Не просто удалил нашу переписку за семь лет. Удалил, блядь, скобочка. Почистил всю нашу переписку за семь лет, оставив только одно сообщение, самое первое, которое он мне отправил, когда мы семь лет назад только познакомились и менялись контактами и нашли другу в Телеграм. Ну это подлюга, блядь. То есть не просто нажал кнопку удалить чат. Блядь, это пиздец, какая женщина умная, я не могу. Она поехала, он ей пишет, не приезжай сюда, тебя здесь никто не ждет. Продюсер той команды, в которую она хочет обратно влиться, да, и с ними тусоваться. Он говорит, не приезжай, тебя здесь никто не ждет. Она все равно приехала, он ее через... Он потерпел, видимо, ее там полгодика, год, и выкинул ее с команды. И она такая, блядь, теперь что мне теперь делать? Ну это же смешно, это же смешно, блядь. Ну это же смешно, нет, блядь, это же прикол, блядь. Удалить все сообщения разом. А как она, блядь, как она планировала? Она планировала до конца жизни с ними тусоваться, типа ничего не произойдет, я типа сама там как-нибудь подойду, типа и все. Ну и все, как бы само все дальше по течению поплывет, я все охуенно, дальше все будет, блядь, это же смешно, нахуй. Почистил диалог в Телеграме за семь лет. И в этот момент я поняла, что этому видео будет сто процентов, потому что человек понимает, явно понимает, какие вещи он мне писал. Я вот нихуя не понимаю, роднулькину, блядь. Как он ко мне относился и решил даже перестраховаться, что аж почистил нашу переписку. Но оказывается, что если ты пересылаешь сообщение кому-то, то даже если отправитель этого сообщения в чате с тобой удалил... Да, она остается. Показывай! Сообщение, которое ты пересыл кому-то, все еще осталось в чате с этим кем-то. Проще говоря, я тогда обсуждала эту ситуацию со своей подругой и рассказывала ей... Опа, роднулькину, давай-давай, переписки! Мы живем в разных странах из этого, редко общаемся, и я рассказывала ей... Давай-давай-давай-давай! И вот как, что меня выглядели, и как это произошло. Сюда-сюда, блядь, переписочки, блядь! Я отправила ей несколько сообщений из нашего диалога с Ярославом... Ну давай уже, блядь! ... Переслава. И эти сообщения остались у нее. Да показывай! В нашем с ней чате. Так что... Та-бам! Да показывай! Привет, 1 марта я тебя исключу из Dream Team. Могу сам сказать, ребята, можешь ты, как удобнее. Можешь мне объяснить, что причел... Прикол? В чем профит? Объяснить что? В чем профит твоего нахождения в Dream Team для Dream Team? А в чем убыток? Работайте как блогеры с ВЖ без проблем. Что такое ВЖ? ВЖ. ВЖ. Не шарю. ВЖ. Расшифруйте, блядь! ВЖ. Ладно, похуй, не буду душить. Расшифруйте пока. А, Wild Jam. Угу, Wild Jam, Wild Jam. Ага, ага. Но выкладываться я буду теперь только те, кто ебашит и растет. Ты растешь? Нет. Год стоишь на месте. Ни TikTok, ни инст. На него вообще забило. Ни шортс. В Dream Team нерастующие блогеры. Не нужны. Благотворительность закончилась. Бля, какой он, сука, злой пиздец. Ну, жесткие вещи пишут. Держать никого из жалости. И потому что я добрый. Больше какой ты добрый, блядь. Не намерен. Я буду пересобирать проект из тех, кто растет. Я буду убирать тех, кто не растет. Ну, все, блядь. Ну, просто. Я говорю, вот, блядь, мне бы увидеть, что она сделала за этот год, да, получается? Да, год. Как она приехала. Шортс, да-да-да. Как она приехала, короче, вот в Америку. И показать вот именно объем работы, который она делала, чтобы, ну, чтобы он пиздоболом был. Потому что он продюсер. Он, ну, он хуёвый продюсер. Он мразь, блядь. Я вам серьезно говорю. Он, ну, типа, за деньги, блядь, кого угодно продаст. Естественно, он будет выгонять. Он ее муж, да. Ну, это уже на его совести. Он будет выгонять тех, кто ему деньги не приносит. Это очевидно, блядь. Я буду пересобирать проект. Буду убирать так. Чтобы те, кто не растут и не линя... Так она уже все, там уже человек до 25 и уже дальше не растет. Может, про это он. Чтобы те, кто не растут и не ленится. И ленится, вот он пишет. Не утопили весь проект Dream Team вместе с собой. Без мразь, конечно. А он как... Блядь, вот мне тоже интересно. Но я просто говорю, я не на его стороне. Я просто говорю, что, а ты продюсер или кто, нахуй? Так это твоя, блядь, задача, нахуй, быть продюсером. Вот даже Blackstar возьмите, блядь. Blackstar, они взяли Скруджи же, помните, давным-давно. И Скруджи стрельнул. А потом у него популярность очень сильно упала в то время. И Blackstar до последнего его выжимали. Они ему давали еще денег, еще, чтобы он еще... Что, мне подписки прилетели? Кто? Сазанов, спасибо большое. Вот. И Blackstar ему давали еще денег, еще, чтобы, чувак, еще, ну, как бы, попытался еще раз, типа, стрельнуть. Они в него вкладывались, вкладывались, вкладывались. До последнего, типа, а потом уже это самое. А он какой, нахуй, продюсер? Если у него человек перестает деньги приносить, такой, пошел, нахуй. Я говорю, хуевый продюсер, блядь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А с каких пор выкладывать каждый день контент в инсту, это вообще забило? Во, 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 вот это бы показало, подтвердило. Во, вот это основание. Я не планирую дальше продолжать, продолжать это обсуждать. Торг тут неуместен. Тут торг уместен. Я выше всего написал. Но я понял, все-таки она ебашила каждый день. Ага. И в последний день февраля. Ну, если она не напиздила про инстаграм, который она каждый день выкладывала, окей. Когда я была на съемках, я тогда для себя сразу решила, что неважно, как, неважно выглянет меня в итоге с Дрим Тима или нет, я буду работать до последнего дня. До последней возможной минуты, пока я могу... Вот зачем? Зачем? Скажи, зачем? Помогать Дрим Тиму. Поэтому я была на съемках, и в последний день мне пришло вот такое сообщение Тераслава. На что я ответила вот это. Сейчас я была на съемках, и в последний день мне пришло вот такое сообщение Тераслава. Что в итоге? Сама говорите или мне? Я всем все давно рассказала. На что я ответила вот это. Сейчас мне очень жаль, что у меня нигде не осталось сообщения, где мне было сказано вообще не приезжать в США. Но, блин, я не делала скриншоты. Я тебе верю, верю, он реально, ну, козёл. Я даже не могла представить, что всё развёсывало вот так. Что всё может вообще вот так происходить, потому что это человек, которому в отношениях я доверяла на все 100% и после расставания я тоже доверяла. Торгуместин, да-да-да. Я не ждала вообще никакого подвоха. Я не Рамулькина, тебе верю, верю, верю. Я просто не понимаю момент, нахуя ты попёрлась туда, ты как жизнь свою планируешь? Ты реально думал, что ты приедешь, блядь, тихонечко так под шумок зайдёшь, будешь всё снимать дальше, и всё-всё как обычно будет, это же бред, блядь. Ты как взрослый человек должна спланировать этот момент, блядь, ну, что тебя рано или поздно выгонят, и в другой стране вообще ни своей, ни знакомой, без денег, без нихуя. И этот Dream Team на тебя, ну, хуй положит, им похуй. Я тебе серьёзно говорю, до сих пор они, наверное, максимум, что могут тебе в директ ответить или на сторис огонёк поставить, им похуй на тебя, блядь. И как ты собралась вообще дальше жить, блядь, ну, это интересно, блядь. Но всё равно, типа, ну, это же... Я хотела заниматься сольной карьерой, развивать себя, чтобы потом, когда тебя отколит от них, да, без штанов не остаться, ты хуйню занималась, да, вонюркин. Вот это непонятный момент, короче, что-то мне, короче, обидно за тебя даже немножко. Повек в моей жизни. Самое весёлое, на чём, собственно, меня как бы выгнали, на каком основании из Dream Team, это то, что у нас было Dream Team и такое, как бы, негласное правило, нас просили присылать статистику, там, за неделю, за месяц и так далее, чтобы показывать, как, блядь, блядь, да, пошли. У нас прибавилось, вот, и, собственно, на этом меня выгнали, чего не могла на это сказать, всё, что я могла сделать, это, я помню, я сидела просто на полу, держались вот так руками за кровать, потому что у меня была очередная паническая татра. Да, это неожиданно было пиздец, да, никто не ожидал, чувак, никто не знал, блядь. И... Казанская душня бензопилой, да, да. Потому что у меня было... Никто не знал, как это случилось, блядь, удивительно, блядь. Чечение, что просто мир, мир вокруг меня взрывается. Поделился на до и после жизнь, да, поделилась. No way, да-да-да, невозможно, блядь. Земля просто разбегается у меня под ногами, и я ничего не могу сделать. Невозможно, блядь. У меня... Всё, отняли. Всё ради чего я сказала себе, тогда я буду просыпаться по утрам. Чё, сука, да блядь, тебе давно уже дали намёк, сказали, что, блядь... Уааа, тебе же сказали, что не приезжай здесь, никто не ждёт, продюсер тебя написал. Естественно, тебя выкинет. Естественно, он своим авторитетом. Даже если тебе сказали, чуваки из Dream Team, вот другие блогеры сказали, Приезжай, мы тебя все любим Да им похуй, во-первых, они все лицемеры, блядь, ебучие Во-первых, во-вторых, эльфторговец своим авторитетом Продюсерским, естественно, задавит их мнение Ты на что рассчитывала, блядь? Все, что мне было важно То, что я называла своей семьей То, где я видела свое будущее Какой семьей, блядь? Она тебя хоть пишет сейчас, блядь? Поэтому продолжительное время У меня это отняли У меня снова все отняли Бля, пиздец, ты на приколе Я тебе серьезно говорю, роднолькина Я ничего не могла ответить этому человеку Ну, потому что, типа, сама виновата Ну, вообще, ну, конечно, ну, гнида редкостная Вообще базару, нет, ну, по факту, да Не обижайся, сама виновата, нахуй, да, поперлась, блядь Да ладно, я бы тоже на твоем месте туда поперся Потому что, ну, естественно, пиарчик там Ну, я же все понимаю, вот эти моменты, типа Эти Ну, короче, да, медийные вот эти моменты Я все понимаю, но ты бы хотя бы, короче, занялась Именно этот момент своей сольной карьеры Знаешь, чтобы без штанов не осталось Чтобы тебя все не отняли-то, в конце концов, блядь Роднолькина, ты чего, блядь? Это произошло в мае, я уже туда переехала В эту свою квартиру, отдельно стала жить от Dream Team Мне в голову какие-то стали еще мысли приходить И я решила встретиться с ребятами Я встретилась с ребятами, решила у них спросить Один простой вопрос А просит ли Ярослав все еще отчитываться о количестве подписчиков? На что я узнала, что нет Как только я ушла из Dream Team Все запросы о прогрессе роста Прекратились тут же И более того, Ярослав перестал даже отвечать им на сообщения Опять-таки, это со слов ребят Зачем? Ребят, я не заглядывала в их чаты, я не знаю Но я не вижу смысла, зачем бы они мне стали об этом брать Зачем? Я просто смысла не понял То есть люди, с которых он зарабатывает, он даже не отвечает? Поэтому я стала себя спрашивать Вроде какой высокой цели меня вообще выгнали из Dream Team Я так помпезно, с такими словами Что я тяну команду вниз, когда после того, как я ушла На команду сразу забили И вот тут начинается то, что меня злит То, что меня откровенно злит И то, что я, наверное, не прощу Видите ли, в какой бы эмоциональной жопе я не находилась Не знаю, эмоциональной и даже ситуационной Я не сильно переживаю за себя Потому что, ну мне, черт побери, 30 лет Я знаю, что я буду в порядке Я не гордая Я, если что... Мы знаем, знаем, как ты свою будущую жизнь планируешь Ты нам хотя бы лапшу на уши не вешь Наверное, так же, как в Америку поехала Похуй! Ладно! Они же моя семья, бля Dream Team Бабич, мамич, папич, тетич, дядич, бля Это же мои пацаны, бля Поеду к ним и будь что будет, бля Ну-ну-ну, знаем, знаем, как ты за себя постоишь, бля Я буду работать на обычную работу Я буду выбираться из любой ситуации, в которую... Да, я буду плакать, скорее всего Я буду расстраиваться, но я выберусь из любой ситуации В которой меня забросит жизнь И я за себя не переживаю Но когда меня выгнали... Ну, до 30 лет, вы что, посчитать не можете Они 7 лет назад с этим начали встречаться Когда я был 23, она же написала об этом Но я думал, ей 29, но, в принципе, 30 Я проблема И после этого я вижу, как Все, что мне было дорого Было брошено Как бы чок на обочину Когда я приезжаю, приезжаю к гости Я вижу, в каком эмоциональном состоянии они находятся В каком состоянии выживания они все находятся Вот так, блядь, это Америка ваша, блядь А нехуй было убегать А это на секундочку Вот так, блядь, да В доме сейчас живут 3 человека из 9, которых Опа, блядь, вот так, блядь Которые сюда приехали Три из 9, три Вот так, блядь Когда я понимаю, что эти 20-летние ребята совсем не в той ситуации Ради которой они сюда приехали В которую они верили, они сюда приехали Они бросили всю свою жизнь Они бросили свои семьи Они бросили все, что они знали Чтобы переехать на другую часть планеты Потому что они верили в человека И верили в общую идею Что мы будем с ней на дне работать И вот все было вот так вот С этими высказываниями о полис было разрушено Я просто могу сделать вывод, что мой выгон был Просто момент Так не всех же выгнали Только тебя выгнали Почему ты говоришь, блядь, что Все разрушено и так далее This is America Да-да-да А что ты говоришь, что все по пизде пошло Вроде они нормально живут Я видел Вот мы его блогера, этого козла ебанова смотрели И там мамич, бабич У них все заебите Они что-то тусуются Говорю, в колледже поступают Что-то еще Ну то есть не прямо у них Прям все хуево, короче Это у тебя, мне кажется, все хуево Ты ж не обижайся Ну как можно было бросить, ребят? Как можно было обещать Столько И бросить тех, для кого ты был гарантом Для кого ты был стеной Я не пойму Да он не бросил Ты же сказал, он просто Ну, редко отвечает, типа, на сообщение Может, у него тоже головники, короче Ты же тоже, ну Ты же, ты же сама на антидепрессатах сидел Ты сама знаешь, когда тебе, типа, депрессия Тебе не хочется с кем-то общаться Может, у него и это, короче Никогда Ну ты же не означаешь, что он бросил всю команду Просто из-за того, что на сообщение не ответил Это бред, блять Он же не один этим всем занимается У него команда вот эта продюсерская, блять Я сейчас это рассказываю Стараюсь максимально себя расставлять Я не могу Мне прям хуево Это бред В состоянии, потому что Чтобы вы понимали Dream Team, наверное, в моих, по крайней мере, глазах Был настолько успешен Потому что, во-первых, у нас была такая команда То есть у нас были ребята, которые У нас была такая между собой Что мы все друг с другом имеем какие-то общие черты То есть мы не все полностью сочетались Но в каждом из нас была какая-то черта Да ладно, не навешивай, блять Перекликалась с каждым из участников Да, да, да И мы друг к другу подходили идеально Блять, пиздец, нахуй Команда Мстители Потому что у нас был продюсер На которого мы могли ориентироваться И вот он, да, да, да Предал, блять А, все понятно, блять Сука, такие люди охуя Которые мы знали Всегда нас поддерживают Которые всегда Нас могут наставить на правильный путь Ни разу не розовые очки Ни разу не иллюзии, блять На какие-то вещи, блять Забытия Нихуя адекватно Человек не может посмотреть На жизнь свою И мы всегда могли верить В то, что мы Не пропадем Благодаря этому человеку Да, да, да На него смотрели Многие из ребят Называли его отцом А он им на сообщение не ответил Бля, пиздец Вы поняли эту хуйню? Мы бы тебя отцом считали А ты мне на сообщение не ответил, блять И поэтому все так спокойно поехали Некоторым Она сказала некоторым Она сказала, что не всем Он перестал отвечать А некоторым То есть некоторым еще не ответил, блять Я тебя папой считал Ты мне не ответил Понятый Блять, за какую хуйню я слушаю Просто бред, блять Верили в то, что у нас есть мы Друг у друга И у нас есть Ярослав Минцеслав, блять Поэтому теперь, когда я вижу Что? Ребята не снимают ничего на общий канал Я приезжаю к ним, они просто выживают Они стараются максимально Хуй без соли доедают Ну, ну, блять, конечно Ладно, тут я не буду за ней говорить Пиздец им приходится в Америке, блять На крутых машинах ездить, блять В огромном доме жить И закупаться, блять Не в Волмарте Не в этом Грин, как это называется Магазин с органикой, типа Ну, не той органикой В смысле, которая С крутыми продуктами Есть же У них же там несколько уровней Типа продуктовых магазинов Есть где-то Совсем из хуйни делают продукты Есть по пиздаче Есть получше Ну, вы поняли Есть совсем прям Охуеть, какие лучшие, типа, товары Им приходится в магазин Поменьше, да Нахуй Чек не на 700 долларов А на 500 делать Пиздец, несчастный, блять Пускай, если они захотят Когда-то рассказать о своем опыте Они расскажут Пускай о другом опыте Расскажут, блять Ну, как, можно было все развалить Да это бред, блять Вы все зл Роднолькина моя Ты уж не плакай Я тебе сейчас салфеточку дам, конечно Роднолькина Ну, ты просто думай Знаешь как, блять Головой своей Вы сел бы здоровый, блять Роднолькина Держи, не плакай, блять Держи, роднолечка, блять Не плачь Не плакай, не плакай, блять Роднолечка, вы тоже, как бы, немножко Ну, головой своей подумайте Вы лбы здоровые Вам не по 15 лет, как в Иксо, блять Когда они первое поколение набирали, блять Вы взрослые люди Вам за 20 лет Вы должны как-то сами за себя отвечать Не полагаться на каких-то эльфов, блять Там, гномов, нахуй Это же просто бред, блять Поехать, хуй пойми куда Не имея ничего, блять Риск, ну, определенный, да Ну, я тоже на такие риски В свое время шел, да Чтобы, там, достичь каких-то целей, блять Но это, если бы я проебался Я бы только себя винил Какой нахуй продюсер Ты угораешь, блять Бред, блять Вы селбы здоровые Вы за себя отвечайте, блять Ебать, ну, ну, блять Роднулькина, да, да, да Роднулькина, ты не плакай Сейчас я тебе кое-что скажу Деда Мороза не существует, блять Пиздец, да Ты аккуратно Да ладно, сейчас-то руселся Салфеточку еще Держи, держи, Роднулькина, блять Деда Мороза-то не было никогда, блять Мама придумает Мама тебе, ну, подкладывала, короче, подарки Да ладно, не плакай Да все, блять Да все, перестань, блять Я себе обещала не плакать Я написала, когда сценарий Да все, роднулькина, да держи Я не могу нормально выстроить мысли в одну линию Когда будет это снимать Поэтому я стала писать сценарий Я себе обещала, что я плакать не буду Да все, все, да ладно Че ты, блять Я пыталась Так, камон, ты макияж красивый сделал Хороший макияж Я люблю себя винить в чем-то Я когда выходила Я себе сказала, что, наверное, ну, правда Так будет лучше для ребят Потому что я самое слабое звено И я им их тяну Прощайте Я тебе это оправдал так Какой смысл был меня выгонять Если после этого Вся работа прекратилась Когда все было заброшено И даже больше не спрашивают Как у вас там дела Блядь Нужали вам помощь Это новый кадиллак В моих глазах сейчас Че, все, никто не пишет Горит, никто не спрашивает Как там дела Вся работа прекратилась Когда все было заброшено И даже больше не спрашивают Опа, блядь И никто не написал Я ж сказал, блядь Пиздец, я читаю эту хуйню Просто как Как букварь Хуяк Просто за раз прочитал Нормально, да? И никто больше не написал, блядь А как же нахуй Ты че, роднулькина, блядь А как же команда, блядь Семья, блядь Вы Ну не то, что Как один человек Но вы же все С одинаковыми Характерами С одинаковым качеством А че не написал никто, блядь Роднулькина Вы ж семья Не ебаться Ты че, роднулькина, блядь Нужна ли вам помощь И не всем похуй, да? Удиви, блядь В моих глазах Тридцать лет, нахуй Ебать Она меня старше, блядь На четыре года Сейчас Тима больше не существует Наверное, он закончился еще раньше Наверное, Тима Закончился еще до того, как я ушла Не знаю Для Ярослава, возможно Угу А не про это, да? Все, все Я думал, ей никто не Подождите, а про кого, блядь? А кто не написал кому? Им Ярослав ничего не пишет В команде Подожди Я себе это оправдал так Но какой смысл был у меня выгонять? Если После этого Вся работа прекратилась Когда все было заброшено И даже больше не спрашивают Как у вас В Дрим Тиму? Да Просто контекст, как будто Ей никто не писал Не знали вам помощь В моих глазах сейчас Дрим Тима Блядь, что? Если После этого Вся работа прекратилась Когда все было заброшено И даже больше не спрашивают Как у вас там дела То есть... Ну, короче, как будто она о тебе говорит, блядь. Дали вам помощь? А, то есть он как будто этой команде, блядь, я просто... Я не знаю, как вы вкуриваете, о чем она говорит в контексте. Не понял, понял. Он вообще их перестал, да? Он их просто всех бросил и начал игнорить. А-а-а. Ну, я извиняюсь, да, за прошлое, что я там говорил. Я думал, что ей никто не писал из Dream Team, типа, из-за этого. Все, понято, понято. Пасты прекращайте, да, сейчас вас банить. Начнет вон Миша злой уже. Наверное, он закончился еще раньше. Все, все, понял, понял, понял. Просто реально контекст, как будто она говорит о себе, знаете, что ей никто уже не написал, тогда все, все, все. Но я и уверен. То есть это все равно не отменяется. Я уверен, никакая они нахуй не семья. Ну, ребят, ну будьте реалистами. Какая нахуй семья в медийке, блядь? Это бред, блядь. Я вам как бывший участник творческого объединения говорю, это полная хуйня. Это ничем хорошим никогда не заканчивается. Моему опыту хотя бы, поверьте, это бред, ебаный. Это, ну, это иллюзия, ебаный. Я не знаю, ну, я рад хотя бы, что к этому в 30 лет пришла, блядь. Еще до долг, я... Я еще не пришла, скорее всего. Ярослава, возможно. Бля, мне же голова разболелась. Ну, почему нельзя было просто открыто все это обсудить, почему нужно было игнорить. Окей, сейчас я успокоюсь, секунду. Я очень много все равно не рассказала, я рассказала только по верхам. Я постаралась выжать из всего, что со мной происходило, какую-то одну линию, самую простую. Иначе видео было бы часов на пять минимум. Вот, если у вас есть какие-то вопросы... Есть один. О, вот такое... У меня в телеграм-канале, там я веду его на русском языке. Клан БПАН, блядь, ну-ну-ну-ну-ну. А что про Лады, Лады где, блядь? Показывай своем инстаграм-канал. Назвала канал БПАН, блядь, и... Не выкладывает Лады заниженные, блядь. Я тогда не подпишусь. Вот двенашку какую-нибудь красивую выложила бы. Ссылка будет в описании, если хотите, можете пойти подписаться. Сейчас уже могу сказать... Конечно, пойду. Я провела свои 20 лет, постоянно работая и достигая чего-то... Блядь, блядь, да ну... Невозможно, блядь! Ты нахуй! Иди это, блядь, нахуй! Работая кем? Радулькина, блядь! Видосики снимаешь, блядь! Ты издеваешься, нахуй! Кто-то так въебывает на трех работах по 20. Угораешь, блядь, нахуй. Стараюсь. Ебать, ты работала! Да невозможно, блядь! Меня просто гореть уже начинает, блядь! Сейчас, когда мне исполнилось 30 лет Несколько месяцев назад Я впервые в своей жизни Все решила шуметь сразу Я впервые в своей жизни начала жить жизнь Первый раз за мои 30 лет Ну думай-думалкой тогда Раз жить жизнь начала Надо уже пора думать-думалкой Я тебе серьезно говорю Как-то немножко механизм вот этот Запускать пора, чтобы немножко механизмы начали трететься Поехала она в Америку Я говорю, не приезжай, пизды получишь Поехала, блядь Ее выгоняют, блядь, все окончено Последние 30 дней я посвятила полностью себе За последний почти год в Америке Я очень сильно выросла Я очень сильно поменялась как человек До того момента, когда, знаете, смотришь на свои старые фотографии И я не знаю, кто там на этих фотографиях Ни у кого больше такого нет, Роднулькина Вот только у тебя Это даже ощущается не как детские фотографии А как фотографии из другой жизни Столько сильно поменялось Надеюсь, я все еще понравлюсь вам Ты мне пиздец нравишься Особенно вот, ну вот, как собеседник Это еще круче, блядь Будущее уже другим человеком Пиздец не говори, блядь Я не знаю, что со мной будет через неделю Я не знаю, где я буду через неделю Блядь, я боюсь предположить, что с тобой будет Если вот ты такими иллюзиями живешь, нахуй Ну, короче, все понятно Ну, история интересная Вообще базару нет, чуваки История реально интересная, блядь Эльфторговец всех бросил в итоге-то по факту Я не знал про этот момент Ну, вообще, блядь Ну, вот, что то хуйня Что это хуйня Эти обе хуйни такие, что я ебалову мамы рот Ребята, вот, что я хотел сказать, блядь Девчонки, 30 лет, блядь Она поперлась, хуй пойми куда Да, верят так же Ну, блядь, это, короче, смешно Это, ну, я не понимаю, короче, этого момента Почему она...